Войны Войны Разработка и деплоймент боевых дронов стали центральным элементом геополитического соперничества между США и Китаем. Обе сверхдержавы признают стратегическое значение дронов в будущих конфликтах и вкладывают значительные средства в исследования и разработки. Флот военных дронов США «Предатор» и «Рипер» стал синонимом войны дронов, продемонстрировав свою эффективность в контртеррористических операциях. Однако Китай быстро наверстывает упущенные такие компании, как DJI, лидируют в производстве потребительских дронов, а военные расширяют свой арсенал ударных беспилотников. Эта интенсивная конкуренция стимулирует быстрое развитие технологий, меняя баланс сил в 21 веке. Одним из наиболее важных направлений развития технологий дронов является концепция роевой войны. Она предполагает использование большого количества взаимосвязанных дронов, которые действуют коллективно, как единое целое. Роевая война использует преимущество численности и распределенного интеллекта, что делает ее более устойчивой, чем традиционные платформы. Рои дронов могут использоваться для решения самых разных задач. От подавления ПВО противника до ведения разведки на обширных территориях. По мере того, как рои дронов становятся все более совершенными, военным приходится адаптироваться к этой новой форме ведения войны. Продолжающийся конфликт на Украине продемонстрировал растущую роль дронов в современной войне. Как украинские, так и российские войска используют дроны для разведки, целеуказания и спроса малогабаритных боеприпасов. Недорогие, коммерчески доступные дроны были адаптированы для военного использования, обеспечивая ценную разведку и ударные возможности. Война на Украине стала полигоном для испытания боевых действий с применением дронов, где обе стороны получают ценный боевой опыт. Этот конфликт подчеркивает потенциал дронов в плане уравнивания шансов армии разного размера и уровня технологического развития. По мере развития технологий дронов, будущее войны, вероятно, будет характеризоваться ростом автономности. Дроны, оснащенные искусственным интеллектом, могут анализировать данные, идентифицировать цели и принимать решения о времени атаки без участия человека. Это поднимает серьезные этические и стратегические вопросы, включая озабоченность по поводу случайной эскалации и ослабления человеческого контроля над войной. По мере того, как мы движемся по этой неизведанной территории, крайне важно вести вдумчивую дискуссию о последствиях использования этих технологий. Распространение боевых дронов Заставляет нас задуматься над фундаментальными вопросами о природе войны и роли технологий в обществе. Разрабатывая все более сложные машины, мы должны гарантировать, что эти технологии служат человечеству ответственно. Продолжение следует...